Добрый день! 9 июня 1817 года был первый выпуск выпускников Царско-сельского лицея. Первую золотую медаль получит в Ольховской вторую князь Горчаков. Достойным серебряной медали будет признан барон Модест Андреевич Корф. Свою служебную карьеру Корф начал 25 июня 1817 года в департаменте юстиции и через несколько месяцев его переведут в канцелярию министерства в качестве переводчика. Затем в течение двух лет он был сначала помощником редактора, а потом и редактором комиссии составления законов. В этом звании он останется до самого закрытия данной комиссии 4 апреля 1826 года. 18 октября 1849 года государь передаст Корфу управлением императорской публичной библиотекой. Перед Корфом откроется новое побряще деятельности, и именно здесь его административные и организаторские таланты проявятся во всем своем блеске. До момента, когда Корф станет директором императорской публичной библиотеки, сама библиотека будет занимать скромное место. Ее мало знают, и доступ к публике тоже был открыт недостаточно. Она не имела достаточных денежных срез, не имела достаточного количества рабочих сил. Работы по составлению каталога начались лишь в 40-х годах при Бутурлине и двигались медленно. Корф сумел вдохнуть жизнь в этот полумертвый организм. Он возбудил интерес публики к данному учреждению. Благодаря своим связям в влиятельных кругах общества и личным отношениям к императору Николаю, он сумел получить ей необходимые денежные средства. Он извлечет библиотеку из того мрака, в котором она прозевала до его прихода. За 12 лет своего управления он поставил библиотеку на такую высоту, что она могла стоять рядом с другими большими библиотеками Западной Европы. Чтобы сделать библиотеку более доступной для публики, Корф распорядился, чтобы читальная зала была открыта ежедневно, до 9 часов вечера и в праздники и воскресные дни в течение нескольких часов. Библиотеку изъяли из ведения Министерства народного просвещения и в то время располагавшего крайне скудными денежными средствами. Библиотека переходит в ведение Министерства императорского двора. Она стала находиться под непосредственным наблюдением государя и поэтому могла располагать гораздо большими средствами. Так что ее доходы, как обыкновенные, так и экстраординарные, значительно возросли. В рамках краткого обзора по деятельности этого величайшего человека Модеста Корфа, одного из блестящих выпускников Царско-сельского лицея, невозможно перечислить все те многочисленные прекрасные коллекции и драгоценные редкости, которыми библиотека обогатилась благодаря стараниям этого выдающегося человека. И по сей день этими коллекциями библиотека может гордиться. Лишь два отделения, наверное, сейчас заслуживают нашего внимания, поскольку именно они будут важны для развития России и русской литературы. Принимая на себя обязанности директора библиотеки, Корф задался двумя целями. Собрать все, напечатанное на церковно-славянском и русском языках, и собрать все, что было напечатано на иностранных языках о России. Старопечатных книг в библиотеке было чрезвычайно мало. И покупка за 150 тысяч рублей, это была колоссальная сумма денег, так называемого древлехранилища Погодина, этой прекрасной коллекции старопечатных книг и церковно-славянских рукописей, положит прочное основание новому отделению. Потом туда же присоединятся коллекции Карабанова, Каратаева, Кастерина, которые изобиловали старопечатными книгами кирилловского шрифта, редкими народными картинками и изданиями времен Петра Великого. И тем самым в библиотеке создастся единственное в своем роде собрание. Не меньшим успехом увенчались работы Корфа и в отделении иноязычных писателей о России. Еще, будучи 20-летним юношей, Корф носился с мыслью собрать такую коллекцию. Он тщательно отмечал заглавие тех произведений иностранных писателей, которые имели отношение к России, и собрал разные биографические данные об этих авторах. Спустя 30 лет судьба позволит ему осуществить эту мысль, и она осуществится блестяще, более как он сам когда-то на это мог рассчитывать. Чтобы убедиться в его заслугах по устройству этого отделения библиотеки, стоит только обратиться к каталогу, который был издан под его редакцией в 1873 году в двух томах. 16 декабря 1861 года император Александр II, желая сохранить навсегда память о заслугах барона Корфа для императорской публичной библиотеки, повелел ту залу всей библиотеки, в кое помещается учрежденное по мысли его собрание всего напечатанного о России на иностранных языках, именовать залу барона Корфа. При этом государь разрешил повесить в этой зале портрет Корфа. Корф вполне заслужил такой награды за свои труды и усердия. Корф, сделавшись директором императорской публичной библиотеки, осуществил мечту своей юности, собрав все написанное о России на иностранных языках. Вскоре это стало известно и книгопродавцам, и антикварам различных государств. Они стали присылать в библиотеку и свои предложения, так что в скором времени библиотека начинает приобретать ценные редкие издания уже непосредственно от других людей. Все эти редкости были перечислены в годовых отчетах библиотеки, которые Корф должен представлять министру императорского двора. Простой публики они были малоизвестны, разве что только по самым кратким указаниям. Ввиду этого Корф решился напечатать в отечественных записках в 1854 году ряд монографий о наиболее интересных книгах. Монографии эти будут размещаться в отделе библиографические отрывки и были написаны частью им самим, частью под его непосредственной редакцией. Таковы были, например, библиографические заметки о следующих изданиях. Издание на иностранных языках наказа Екатерины II, Матвий Миховская и его сочинения о двух сармациях, посольство в Россию графа Королейле, несколько редких и малоизвестных сочинений, относящихся до Петра Великого и Воври, его века, первые иноземные путешественники по России, некоторые немецкие сочинения в России в конце 17-го и начале 18-го и другие. Несмотря на многочисленные обязанности и работы, которые были прямо связаны с его службой, Корф находил время и для литературных занятий. Еще в первые годы по окончании лицея он поместил несколько небольших статей в различных повременных изданиях. Первая его более крупная работа появится в печати в Петербурге в 1820 году, и она будет называться вот так. «Графодромия или искусство скорописи. Сочинение Остье, переделанное и примененное к русскому языку бароном Модестом Корфом». И за заглавием этой книги будет следовать посвящение «Императорскому царскосельскому лицею посвящено признательным воспитанникам». В этом сочинении говорилось о предмете, совершенно еще неизвестном в России о стенографии. Как отметит князь Адоевский, из-за стеба Рон Корф заимствовал лишь общность системы. Большая часть книги содержит в себе совершенно самостоятельное применение стенографии к русскому языку и немало практических заметок, подчеркнутых из основных свойств русского языка, нигде прежде не замеченных. Но с особенной любовью Корф занимался историческими изысканиями. В Северном архиве в 1822 году он напечатал довольно большое сочинение под заглавием «Принц датский иоганн в России. Происшествие 1602 года». Тут будет рассказана история умершего в Москве жениха Ксении Годуновой. Сочинение это было переведено на немецкий язык и напечатано в шестой книге издания Альдеркопа. Другая работа подобного же рода появится на русском языке в 1847 году. Это будет биография знаменитого предка Корфа, барона Иоганна Альбрехта Корфа. Небольшая по объему, она даст обстоятельное жизнеописание этого замечательного человека. Впоследствии Пекарск значительно дополнила эту работу в своей истории Академии наук. Он мог пользоваться архивом Академии, в котором Корф не располагал. Потом еще новые дополнения к биографии появятся в разных томах сборника Русского императорского исторического общества. Будучи директором библиотеки, Модест Корф обновил и преобразовал ее, обосновал увеличение средств, привлек к ней внимание публики, привлек частные пожертвования, облегчил доступ к библиотеку, продвинул составление каталогов, основал особый отдел иностранных книг о России, который назывался «Росица». Почетный член Петербургской Академии наук с 1852 года Модест Корф внес неоценимый вклад в сохранение наследия русской литературы нескольких поколений и действительно является одним из значительных деятелей русской литературы и одним из самых выдающихся выпускников Царско-сельского лицея. Спасибо за внимание.